Дверь с ноги, как говорится, кроит вещает, и это уже 52-я серия пути игрока на перьем сервере Блокраши. Находимся на авторынке, по личным машинам у меня СЛР и Акула. Слотов для будущих закупок у меня нету, поэтому взял руль Акулы и отгрузим её прямо сейчас в семью. Мерседес G63S, самая дорогая у нас тачка, будет на третьем ранге, а Камрюху мы поставим на первый, так как хуже всех едет. СЛРщик оставлю себе, ну и всё, побежали дальше смотреть тачки. Вот чёрная БХМ8, по ПТСу 34 тысячи бега, имеется спорт Nitro X10, но видимо тачка успела поработать уже в другой фаме. Что по пробегу? А на чё бег влияет, можешь подсказать? На стоимость. 16кк хочет лол, 15 лямов край, ну более-менее. Предлагаю обмен на Камрюху с ДП12кк, он отвечает и так лол, смешно. О, БХХ5, вроде ЕППшная тачка, 3 ляма 600 край за комфорт. Чел толкает не ликвид машину, дороже ГОСТа на комфорте, даже не на спорте. Пробегаю, смотрю всё, зашёл на высокий класс, тут тоже движа нет. Макларен за 16кк спорт комфорт продают. Классика всех автопарков, BMW F90 за 12 лямов продают. У неё бег большой спорт и Nitro X2, что? Почему все заламывают такие большие ценники за машины? Вижу, Мерседес Банан, его хотят купить за 11кк, но денег нет. Я смотрю, ПТС, ну, спорт, Nitro X10, 8000 бега, но цена 12кк край или не продаёт? Потому что шейх пошёл искать бабки, а пахан ему типа держит и не продаёт другим. Я говорю ему, у него нет денег, а он не отвечает, за 12 только продаст. Почему такое предвзятое отношение, я хз. Нашёл белоснежную Бэху X5, но уже покруче, 12,5 ляма торп. В ПТСе тоже комфорт, Nitro X10 и ГОСКа аж 13 миллионов. Я наобум сказал 11кк гоу, тут же он согласился, открывает двери и меня это пугает. За рынок её не шарю, понятно, что не ликвид, но мне не на перекуп, просто чтобы машина была хорошей. Только заехали на авторынок, сразу кидает мне продажу, пытается побыстрее втюхать. Говорит 5к тест, без Б, я реально даю, мне нужно проверить. Потому что бюджет у меня небольшой, слотов также мало, и если я возьму на этот слот говно-тачку, будет печально. И ожидаемо наподобие ГЛС, он очень медленно едет, да, тачка прикольная, но не для Фомы. Цена продажи 11 лямов, наверное, в эту тачку владелец вложил все в лямов 18, и всё равно лучше. Сейчас попробует найти какой-нибудь BMW F90 за эти деньги. Вышел со вторынка, вижу, как чёрную эту Бэху М8 сейчас покупают. Они отъезжают, походу договорились на какой-то обмен, но, к счастью, и этот покупатель просто оффнулся, или его там крашнуло. Естественно, перекуп стоит на своей цене. Мне действительно не важно, какой пробег, я просто хотел скинуть цену, но, увы. Вот оно, окошко продажи, покупаю за 15 миллионов тачку с бывшего Фом автопарка. Да, мне тут чилы говорят, что я по оверу беру, но, увы, ждать лучшего предложения времени нет. В любом случае, тачка хороша, и игрокам в Фоме зайдёт. Я подошёл к багажнику, у меня остались топовые номера, я их ставлю, и теперь мы уже выглядим премиально. Не выезжая со вторынка, заметил ещё один Mercedes-Banon, спросил у ПТС, ну, здесь типично Sport Nitro X10, но 14 какая цена? Даже если там комфорт не имеет смысла, кому нужен комфорт, если на тачке стоит Sport? Да, рыночная цена этой М8, наверное, лямов 13, но для Фомы она имба. Кстати, я играю на сервере Пермь, приглашаю тебя играть вместе со мной, вадикманду слэш промо активировать промокод, сюда хэштег рейд, и получаете топовые бонусы. Я вернулся на авторынок, и прям тут её добавляю в семью, ставим не на четвёртый, а на третий ранг, слотов очень мало. Возвращаясь к этому банану, говорит, за 11 продано, потому что чила он ждёт, видите ли. Бегаю минут 10 по авторынку, ну реально, взять по нормальному прайзу невозможно, тут одни перекупы стоят. А чел с бананом говорит, сколько надо, столько и будет ждать. В общем, я появился в гараже, здесь я спавнил свой СЛР, и на нём выдвигаемся. Приехал на авторынок, опять же, надо добить нам автопарк. Не в первый раз замечаю эту прекрасную коллекцию матизов, выстроенных в ряд. О, чел тильтует, продаёт Бэху на СП+, за лям 100. Чекнул ПТС, ГОСКО 600К, Рилл Спорт+, Нитро Х10. Спросил Край, уже миллион. Ток, Страбы, Нитро. 900 по рукам, ни тебе, ни мне, 950. Но если за 900 продаст, это хороший прайс, прям тачка имба. Я решил его поймариновать, убежал, а в итоге потом вообще потерял. На высоком классе присмотрел Ауди РС6. Цена 9 лямов торг, по ПТСу комфорт, и то у ГОСКО меньше. К РК-6 подбежал челик, говорит, за 7 отдашь? А владелец отвечает, что за 7,5 готов отдать. Окей, я подбежал, спросил руль. Ничего себе, даже без денег даёт, круто. Вот эта машина хорошая, суетит нормально, и Фому пойдёт. Я спрашиваю, сколько Край, говорит, 8 лямов. С такими людьми и беседу продолжать не надо. Я аккуратно вернул машину, где взял, вышел, не стал ему мстить как-то. Блин, почему все цирк тут устроили? Ты же сам сказал, алло. Я сказал, 7,5 готовы забрать. Ну, фрапс есть, зрители рассудят. Вот как раз БХ-F90, говорить он не может, муд. Разве что в ПТСе, спорт, 6000 бега и Nitro X2. Я прыгнул к нему в машину, он кидает продажу за 11 лямов 400. Потом кидает за 11 лямов 300 тысяч. Ну, такое от меня и мне интересует. Я предлагаю ему 10800. Он тоже вышел с тачки, кинул трейд. И в переписке говорит 11250 Край. Ни тебе, ни мне, 11 лямов заберу. Но он отказывается, к сожалению. Видим, как перекупы борются за F90 на донатных страбах. Го, кидай мне, 12700 фаст. Нашел еще одну Ауди. РС6, по ПТСу, 2700 бега, комфорт, Nitro X2. Цена 10 лямов. Не, пусть подумает, чувачок, торговаться даже не имеет смысла. Заметил ту первую. РС6 сейчас покупают за 7,5. Я подбежал. Покупатель до 7700 поднял ценник. И в итоге они продали. Я не смог никак опять купить. Ё-моё. Не знаю, то ли меня узнают и специально повышают ценник. Либо такая случайность все время. Короче, я еще очень долго пробегал в поисках тачки для семьи. И вернулся к Ауди, которая похуже за 10 лямов. Предложил 7,5. Конечно, на 8 торгует. Говорит, уже 7800. Рядом бомж попросил руль. Владелец не хочет его давать. Но бомж пообещал, что купит за 8 КК. И, конечно, они уехали. И через полчаса я встретил эту же Ауди РС6. Конечно, он не продал. Потому что тот покупатель был клоуном. Что-то сам кидает мне продажу за 7800. И через очень муторные торги забираю все-таки машину за 7700. Не лучшая цена, но как есть. Не везет мне в выгодной закупке машин. Я все взял по оверу, можно сказать. По багажнику тоже абсер. Не завалялось дорогих аксов, скинов. Но сама по себе машина хороша. Да, она колхознее, чем все остальные. Но тратить деньги еще на расколхоз я не буду. Успели мы с вами потратить 36 миллионов на семью. Из них 33 на автопарк. Загоняем в АЗС, заправляем полный бак. И наконец-то можно отгрузить пятую тачку фам автопарк. Зацените начальный автопарк. Камри Спорт, М8 Спорт, Е38 Спорт, Ауди РС6 у нас Комфорт и Акула Комфорт. Пишу объявление в СМИ про покупку деревенского домика. На Акуле я подъехал к аукциону. Здесь мы договорились встретиться с нашей братвой старой. Вот они Аркадий, Денчик. Они сейчас в Куфане, но уже вышли для того, чтобы мы их пригласили в BMG Squad. На них особо не рассчитываю, они зашли просто, чтобы быть вместе. Мне захотелось просто чекнуть аукцион. Бизнесов годных не слетает, но моя совесть чиста, у меня и так денег нет. Прыгаем все в фамную Акулу. Ден предлагает купить хату в ЖК за 7,5 ляма. Хорошая идея, надеюсь, там еще остались в ГОСе. На низком классе еще договорились с Лешей встретиться. Тоже принимаем его в семью. Леша именинник, ему исполнилось сегодня 15. Его мы поздравляем, но сори, денег у меня на подарок нет. Сейчас все в фаму. Подъехали к самому комплексу ЖК Видны. Здесь крутые дома с гаражами некоторые, некоторые без. Но это не важно, тут все буквально занято одни красные домики. Офигеть, ликвидность домов поднялась, что даже без гаражей все забирают. Ни одного свободного. Не, квартиру за полтора точно покупать не будем. Гляньте, какой актив 100% людей сейчас сидит в CD. Ожидаемо Леше, Дену, Аркаше. Я выдам по доверке. Четвертый ранг, замки. Перейдем в настройку рангов. Ну, пятый, то есть я могу все. Третий ранг у нас будет приглашать. С четвертого, ну, надо тоже все функции дать. Второй ранг не может ничего, кроме как пользоваться автопарком и писать в чат. Дальше надо отредачить название. Вставляю цветной код, его изменяю и буду пахан. Цвета не хочу делать вырвигласными, просто чтобы выделяться. Как вставлять цветные коды через текстпант, я вам показывал. Четвертый ранг переименовал в голубых замчиков. Третий ранг захотел сделать с сеньором, но букву ЙО не пропустило. Вот так мой цвет из замов выглядит в чате, по-моему, прикольно. Для третьего ранга будет название важней пон. Сделал цветки в темешке с Воронежа. Второй ранг названия изменяю на цветной пацан. А бесплатный первый ранг будет бимш. Его и видно так не сильно в чате, специально темным. Вот я повышаю Мика до третьего ранга, чтобы он протестил. И полное название не входит, только важный и зелененький цвет. Да, ну очень простит, чтобы четвертый ранг назывался Манки. Ладно, чё, давайте сделаем из них Манки. Приняли уже на свою голову одного подписчика в семью. Он в чат пишет, что я любимый будет ютубер. Но на будущее вам, ребята, так делать не надо, потому что за это кик. Я хоть и создал семью, но путь никак не превратился в ютуберский. Это не путь Крейта. Так что, если вы хотите в семью, не палитесь, что меня узнали. И только от восьмого левела, строго. Едем в Латкарина покупать квартиру дешевую, но ловим скутер и каким-то образом улетаем в реку. Что? Еще эти приколы, когда вылазишь из машины, попадаешь на самое дно и от него всплывать тяжело. Аж под конец начала хп снимать, а то душ я. Пешком добежим до латкаринских квартир, купим себе. В одном подъезде свободно. Мы заходим. Тут даже на первом этаже можно взять с госа, но за 450 это обычная цена. А с другой стороны дома подъезд, который выходит на центр предпринимательства без свободных квартир, потому что в нем они стоят по 180 тысяч. Это, считайте, самые дешевые квартиры с классным местоположением. Релогнулся в гараж, взял СЛР. Ко мне случайно что-то сел чел, попросил пригласить Фому. Сказал, что именно он покупал у Коли замку за 25 лямов. И типа, я ему теперь должен дать замку у себя. Ну, из предложений могу только выкинуть. Кентики подъехали, говорят, не давать ему замку, он вообще родню Оскал, будучи замом у Коли. В общем, закатили к подъезду будущей квартиры, паркуем здесь СЛР. Давайте уже купим квартиру, подбегаю к ближайшей, под номером 2. За 450 тысяч купил, не самое выгодное вложение, ну ладно. Скоро ее, может, просто поменяем, но пока ставим спа вон здесь. По улучшениям покупаем автоматические двери, обязательно бесплатную хилку, совместное проживание латно и для аренды оформления субсидий. Конечно, закрыли квартиры, чтобы заходили только свои, и аренду у нас полторы тысячи в день. Спавнить тачки надо возле дома, а значит, их надо сюда припарковать. На СЛР хотели выдвинуться целой толпой, но, увы, всех на крыше покикал античит. Доезжаем до низкого класса, здесь у всех тачек сброшена парковка, я заспавнил Акулу, буду ее себе перегонять. На Бусаевском мосте заметил Макса бегущего, забрал его к себе в машину, еще одного чела встретил по дороге, тоже к себе забрал. О, а что бы мне не прокачать гараж на 3 из 3, действительно, а может потому что улучшение 5 лямов стоит и прокачивать самому невыгодно. Того же, словил за нос на Акуле и мы улетели в реку, нет, но лайфхаки помогают, открыли тачку и с собой ее пододвинули к берегу, а там уже я руль смог взять и все, дальше поехали. Подъехали к квартире, здесь уже Аркаша ждет на BMW M8, команды Slash Park парканули Акулу и в Бэху точно так же сажусь, красивенько, бамс. Второй ходкой поехали четвером уже, мне спрашивают, жалко ли мне 15 лямов на нее. Ну, слотов у нас свободных и так уже нет, и посмотри как она едет, я по мосту немножко не попал, но, честно говоря, нас не особо это парит, мы все равно в воде не оказались. Короче, добрались до низкого класса, я забрал свою Бэху, Аркаша взял Camry и Макс забирает Audi RS6. Очевидно, Audi доехала до квартиры первой, я второй, ну а Camry в конце. По очереди припарковал каждую, Аркадий говорит про выгрузку, ну и все, мы справились, весь автопарк из пяти машин мы подогнали к нашему новому дому, то есть квартире Владкарина, ну пока что так, а дальше больше.